Возвращаемся мы в студию уже с очередным гостем, руководителем специалистов компании недвижимости Руслан Сирожидинов. Приветствую вас. Приветствую, Олег. Итак, мы сегодня поговорим про набирающие обороты, интересы многих, кто решил вдруг приобрести квартиру. И в последнее время очень часто мы слышим рекламу во всех средствах массовой информации. Ставка на приобретение квартиры 0,1%. И вот это вот постоянно, постоянно слышим, слышим, слышим. Да, на данный момент. И что это такое? Давайте подробнее об этом расскажем. Субсидирование в Красноярск вообще зашло в феврале месяца. Но после, в связи с ситуацией, его приостановили. И не так давно, первая ЖК Апрелевка у нас запустила субсидирование под 0,1% в городе Красноярск. Что это дало? Это возможность в первую очередь прирост в продажах новостройки. Да, это новое жилье, новая недвижимость. Мы говорим только про вот это 0,1% это на новое жилье. Это только на новостройки. Помимо прироста, это дает возможность клиенту сэкономить в переплате по истечению, по времени. То есть даже если льготная какая-то ипотека, там, семье с ребенком, там, до 5%. Сколько сейчас? В основном льготные ипотеки это от 4,5% до 7%. То 0,1% вот многие сразу начинают спрашивать, а не развод ли это, потому что 0,1% ну как? Абсолютно нет. Люди платили какие-то там 10, 11%, а тут 0,1%. 0,1% это правда. В действительности оно впервые вышло в Москве и в Петербурге, и вот оно перешло к нам. И каким образом вообще это происходит? Допустим, цена квартиры, двухкомнатной квартиры в среднем 5 миллионов рублей. Цена увеличивается от 5. То есть застройщик поднимает изначально на эту квартиру цену. Если гражданин покупает, клиент покупает квартиру у застройщика через субсидирование, то цена на квартиру увеличивается от 5 до 25%. Ну, к примеру, если возьмем 20%, то... Ну, вот смотрите, 5 миллионов плюс 20% нужно... 6 миллионов. 6 миллионов, получается, на миллион она будет стоить дороже. Дороже, на миллион. Клиент покупает его на 30 лет, это 360 месяцев. Вот, если же говорить через субсидирование, ваш ежемесячный платеж будет составлять около 25 тысяч рублей. Если же при средней процентной ставке вы будете платить около 45 тысяч рублей. Ну и посчитать, 360 по 45 тысяч рублей, да, сколько выйдет. Ну, тут, наверное, главное, что, скорее всего, даже и платеж в том числе, а самое-то главное переплата. Переплата. Вот я и говорю, если посчитать по платежу 25 тысяч рублей, 45 тысяч рублей, 20 тысяч экономии ежемесячно, то при субсидировании вы выплатите полтора миллиона, около полтора миллиона, в общем, за весь период кредита. А если же вы берете по обычной стандартной процентовке, то вы выплачиваете в разы больше. То есть в 2-3 раза там где-то получается больше. Ну, на самом деле получается намного больше. Если в среднем брать 5 миллионов, 10 процентов, то вы переплачиваете около 8 миллионов сверху за 30 лет. Вот. То есть это существенная разница. Ну, то есть, да, квартиру вы покупаете, еще раз, чтобы наши зрители точно понимали, квартиру вы покупаете чуть дороже. Чуть дороже. Чуть дороже. Просто начинаешь считать, сколько ты выплатил. И становится немножко грустно, что бывает, ты переплачиваешь больше, чем даже. А люди видят, как считают. Ну, вроде как ты платишь там сколько-то, ну, вот и не считаешь. А потом по итогу-то сколько-то, это очень много. Ну, и соответственно... Ну, это помогает людям уменьшить ежемесячный платеж, если же у вас заработная плата, допустим, ну, ниже средней. Вот. Но помимо этого, это экономит ваши средства. И за счет этого вы просто понимаете, что проще купить себе квартиру, чем снимать на длительный срок. Ну, еще, да, такой вот принципиальный момент, как мне кажется, вот эти деньги, там, 20-25 тысяч, во-первых, такой платеж, который не напрягает особо, да, и еще один важный момент, что тебе не надо постоянно себя мыслями гнобить, что нужно быстрее и быстрее рассчитаться за этот кредит. Его можно платить, и там же не зависит от того, быстрее ты закроешь, медленнее ты его закроешь, то есть процентная ставка не увеличивается. Есть разница. Необходимо всегда считать. Если же вы берете на длительный срок, да, это в действительности выгоднее. Но если вы берете, там, до 5 лет, нужно стоит лучше посчитать. Чем быстрее. Да, есть субсидирование, есть льготная ипотека под 5%, где становится более выгодно взять без увеличения стоимости квартиры, либо кредитных средств. То здесь необходимо, естественно, все на калькуляторе, либо в банке, либо с помощью, там, специалистов. Специалистов, в принципе, это быстро сделать. Такой вопрос. Правильно я понимаю, что вот эта субсидия, это не какая-то там государственная программа, это не программа там еще какая-то определенная, это вот конкретно инициатива некоторых застройщиков. Я скажу так, это партнерские отношения между, а, банк и застройщиком. Вот. На данный момент у нас практически каждый банк уже сотрудничает по субсидированию с застройщиком каким-то. Вот. И практически каждая ЖК в городе у нас уже проходит под субсидирование. И так что есть у гражданина, у любого возможность приобрести через льготную ипотеку, через субсидирование под 0,1% и сэкономить большие деньги. А кто может воспользоваться вот этой субсидией? Это любой человек или... На данный момент практически любой человек может воспользоваться. Или, ну, то есть не надо там никакая, не семейная ипотека, еще что-то. Здесь есть момент, что ребенок, рожденный после 2018 года, вот, но сейчас субсидирование набирает настолько большой оборот за счет того, что увеличивается цена, можно уже и проходить по другим программам. Ну, то есть не принципиально уже. Не принципиально, поэтому лучше сначала проконсультироваться, если вы пройдете. Ну, а если мы вначале еще заговорили про Москву и Питер, понятно, что цены там, конечно же, отличаются. Но с вашей помощью можно и в Питере, и в Москве присмотреть. Я скажу так, не только в Москве и в Питере, но еще и за рубежом. Серьезно? Ну, наша компания, она работает не только в нашей стране, да, она еще и, также и за рубежом имеется офисы. Вот, это как в Турции и так далее. Но в Москве и в Питере сейчас огромный спрос на квартиры через субсидирование. Многие наши земляки уже переезжают, либо продают здесь жилье и также приобретают там. Либо инвестируют. Либо инвестируют на длительный срок, либо инвестируют под вид того, чтобы сдавать данную недвижимость. Ведь, сами знаете, арендная плата у нас в Москве и в Питере гораздо выше, чем находится у нас в Красноярске. Ну, это да. Вот у нас еще, сейчас нам покажут картинки. Вот, это, я так понимаю, в Красноярске, да? Да, здесь множество у нас новостроек подобрано, по которым мы проводим экскурсии, показываем их клиентам. И клиент сам выбирает, в какую новостройку он хотел бы заехать на будущее. Ведь при выборе новостройки важно... Человек не понимает изначально, да? Он думает, вот есть название, да, застройщика, все, я хочу там. Но на самом деле есть дополнительно сопутствующие вещи. Какой материал стен? Извините, я вас перебью. Ну, Руслан, вот смотрите, показывает нам, кстати, ну там в черновой отделке, в чистовой, это тоже очень принципиальный момент, да? Да, конечно. То есть, если ты, допустим, покупаешь квартиру, мы говорим там по субсидии, но за большую сумму, хочется тебе, ну если как инвестиция, сразу ее сдать, чтобы был чистовой ремонт. От этого тоже очень многое зависит. Я расскажу, каким образом, то, что есть застройщики, которые сдают с чистовой отделкой. Чтобы каждый понимал, панельные дома, они все сдаются с чистовой отделкой. То есть, это такой вот прям... Монолит, кирпич и кирпич, уже же здесь либо белый куб, либо черновая, получистовая. То есть, здесь у разного застройщика по-разному. То есть, там придется еще вложить в ремонт. Ну, сказать так, многие, когда приобретают себе новое жилье, хотят все сделать по-своему. И за счет этого застройщики, понимая, они предоставляют в виде там белый куб, да, где остается там поклеить обои, все сделать под себя. То есть, выровнены стены, полы и дальше уже там... Все выровнено, все уже аккуратно. И человек может просто под себя все доделать. А вот скажите, в связи с тем, что вот это вот субсидирование заработало, да, вот в городе Красноярске в частности, рынок оживился вообще в принципе? Или были же вот месяцы, когда было совсем непросто? Была ситуация, когда в феврале субсидирование пришло, когда вот ситуация вообще, которая произошла, да, продажи, действительно, они упали. Да, и спрос упал. Люди боялись, не понимали, что делать. Помимо этого, процентная ставка взлетела до небес. После, естественно, приостановилось. Но после, когда уже все стабилизировалось, снова данным процессом начали все пользоваться. И при том активно пользоваться. И сейчас мы уже практически на том же уровне, как и в прошлом году. Вот. И данное субсидирование, оно подталкивает людей приобретать на длительный срок, переезжать с арендных квартир. Да, ведь многие снимают квартиры и по 10, по 15 лет, и на протяжении всей жизни. И вот именно таких граждан субсидирование подтолкнуло на шаг приобретение своего жилья, не арендного. Самая главная проблема приобретения жилья, это же все-таки первоначальный взнос. А это вот 15-20 процентов, как ни крути, если посчитать от 5 миллионов, от 6, сумма получается достаточно серьезная. Да, это хороший вопрос. Многие переживают, ведь сумма 15 процентов, да, в зависимости от 5 миллионов, да, необходимость 750 тысяч, это 15 процентов. До миллиона, грубо говоря. До миллиона. Многих их нет. Их нет, да. Но здесь же есть банки, которые идут навстречу и выдают аккредитование без первоначального взноса. К примеру, промсвязьбанк на сегодняшний день выдавал кредиты без первоначального взноса. Да, чуть выше процентная ставка. На всю сумму квартиры сразу. Да, на весь период кредитования без первоначального взноса, только чуть выше процентная ставка, от 10 до 11,5. То есть спокойно уже так далее. Да, и сейчас, на данный момент, мы надеемся, что многие другие банки так же подключатся. Вот, как бы надеемся на это. Но многие не знали, что промсвязьбанк дает без первоначального взноса. Но есть также граждане, которые приобретают и вторичное жилье у других граждан и так далее. Как бы через банк не дает на вторичное жилье без первоначального взноса кредитования. То есть это обязательная ставка? Это обязательная, да. Но, как говорится, современный век, есть возможности, есть близкие, знакомые и так далее. Есть выходы в любой ситуации. А что, кстати, со вторичкой на рынке происходит? Все-таки мы так много говорим программ поддержки для застройщиков. Это понятно, что все-таки нужно поддерживать. Программы идут в первую очередь для застройщиков. Для застройщиков, плюс там молодые сними. Для строительства. Если говорить про вторичное жилье, оно на том же уровне. И вот так же приобретают, на том же уровне приобретают. Оно не падает в продажах. Ведь есть граждане, которые хотят приобрести готовое жилье, где уже есть мебель, ремонт и так далее. Я об этом и говорил, что там уже все устроено. А поэтому можно взять и уже не мучиться. Да, таким образом. Но иногда бывает, что клиенты, когда обращаются ко мне, они вначале обращаются по вторичному жилью. И после я им просто объясняю то, что... Чем лучше по субсидированной программе? Я объясняю то, что вы приходите в чужую квартиру. Получается, да, она становится вашей. Но если вы приобретаете и с мебелью, и с ремонтом, вы словно зашли на авито, выбрали себе поддержанный товар. Но это чисто психологически. Это чисто психологически. Но после, посмотрев новостройку и посчитать затраты ежемесячные платежи, экономию, и по страхованию, и все остальное... А для вторички нет ничего, да? Получается, никаких программ особых... Есть средняя, да, процентная ставка. Средняя процентная ставка, она не зависит там ни от каких льгот, ни от чего. Нет, здесь нет. Да, к сожалению, да, вторичное жилье, оно не настолько котируется, как новостройка. Ведь государство, оно понимает, что нам необходимо строительство, расширение. Ну, это да, это такая социальная история, поэтому здесь все понятно. С этим даже никто не спорит. И поэтому люди как раз этим и пользуются, что вот есть программы, субсидирование, федеральные программы для семей. Возможно сейчас погашение, да, ипотечные субсидии, там, 450 для многодетных детей. Материнский капитал можно использовать, он увеличен. Вот, и я надеюсь, что будет все лучше и дальше. Вот, но если смотреть вообще, что сейчас происходит, да, вот на сегодняшний день, и у вас есть лишние вообще, вот, ну, людей, если деньги, я бы лично инвестировал точно сейчас в недвижимость. В недвижимость. Да, и как бы деньги не хранил ни в банке, ни где-то. Мы ведь на самом деле должны понимать и думать о будущем, с чего мы хотим. И чего мы хотим для наших близких, это как дети и так далее. Ну, здесь очень простая история. Инвеститься в недвижимость раз, если тебе не нужно это жилье для личного проживания, ты можешь всегда сдать в аренду, а это плюс ты отбиваешь ежемесячный платеж по кредиту, это тоже, мне кажется, неплохо, да? Да, действительно, все хорошо. Ну, как бы, в целом, квартира все равно остается за тобой. Ну что, сегодня, мне кажется, раскрыли вот маленькую тайну, для кого вдруг это действительно было тайной. 0,1% вот по такой субсидии вы можете приобрести новое жилье. У застройщиков, у каких, Руслан Сержединов вам подскажет, если вы вдруг обратитесь к специалисту по недвижимости компании «Этажи». Если вам нужна помощь в приобретении или продаже недвижимости быстро и качественно, без рисков, звоните 203-51-23. И, Руслан, я думаю, что все вам расскажет. Скажу так, что каждый специалист недвижимости заинтересован в клиенте, как не просто в покупателе, он заинтересован в его желании, что именно приобрести. Человек может напрямую пойти к застройщику и так далее. Все по вашему желанию. Но мы готовы работать всегда так, как... Руслан, благодарю вас за интересный рассказ. Я думаю, что многие, кто задумался о приобретении нового жилья, своего жилья, то обязательно обращайтесь. Мы с вами встретимся через пару минут.